коллеги давайте мы всем добрый день я думаю что потихоньку у нас подключатся другие наши люди вот наши слушатели мы сегодня начинаем нашу наверное в этом году заключительную лекцию по лекцию по судейству баскетбола и вообще по правилам и интерпретациями трактовки игровых моментов но там пожалуйста выключите пожалуйста звук у кого-то немножко фонит мы в любом случае после нового года как я слышал с февраля месяца мы разговаривали с иваном евгеньевичем бахтеевым с конца февраля месяца продолжим наше занятие там будут я думаю тоже и видео и разбор игровых ситуаций может быть быть какие-то моменты связанные с тестовыми заданиями все будет зависимости с нашей программой программа написана я думаю что в любом случае вы рассылку будете получать и соответственно будем продолжать работать я думаю что мы в январе месяце независимо от нашей программы будем делать лекции онлайн в таком же формате может быть по четвергам или по средам я и рассылку будем тоже делать это как бы будет может быть немножко внепланово но потому что некоторые из вас спрашивают и просят чтобы процесс обучения шел потом мы хотим также сделать курсы по судейству я думаю что кто-то кому-то из вас необходимо прослушать курсы судейские чтобы получить категорию например ясно игр вы можете отработать у себя в регионе а соответственно онлайн онлайн эти лекции по правилам интерпретациям оценкам игровых ситуаций трактовка моментов вот и тестовые занятия вы можете соответственно сдать вот на нашем курсе который будет онлайн так что если у кого-то есть такое желание значит я думаю что мы можем это утвердить и я думаю что с руководством департамента персонального судейства мы можем этот вопрос согласовать ясно я являюсь председателем учебной методической комиссии поэтому это в моих интересах чтобы как можно больше донести материала до вас и как можно больше людей имела бы имела бы соответственно категорию им коллеги у кого-то микрофон имели бы соответственно категорию могли бы работать на соревнованиях различного уровня нам очень также важно не только там центральные семинары рфб но и также региональные региональные турниры на котором мы можем найти молодых судей и соответственно вводить общую образованность и образовательный процесс на всей территории российской федерации ну и поэтому мы эти все лекции записываем выставляем на youtube канал вот поэтому если у кого-то будет какие-то вопросы и опять же повторяюсь вы можете с нами связываться и максимально получите презентации текстовые материалы видео материалы абсолютно свободно и пожалуйста если нужно пользуйтесь и спрашивайте сегодня мы работаем у нас в этом году наши крайние лекции коммуникация судей судей секретарей и тренеры вот вот много практических советов мы попытаемся это все уложить там полтора часа может немножечко больше соответственно тема такая очень важная потому что вот первое работа судей секретарей довольно ответственно тем более сейчас когда все игры снимаются на видео есть электронные протоколы статистика нужно уметь ее вести и теперь как вы знаете протесты пишутся у нас не на работу судей на на площадке а на работу судьи секундометриста который ведет отсчет игровых часов на суде оператор таймера для броска это 24 секундное устройство таймер для броска новый термин и неправильное введение счета введение счета соответственно мы неправильно записываем счет включая мы когда задавали вопрос фиба что такое ведение счета потому что в книжке правил интерпретируют это как и неправильно записанные персональные фалы и тайм-аут фиба сказала да ведение счета неправильно записан счет в колонку команде а или б это повод для подачи протеста но и также могут быть подачи протеста если неправильно записан персональный фул командный или минутный перерыв но на все эти вещи должно быть четкое и убедительное доказательство что не данный тайм-аут являлся поводом к тому что команда выиграла или проиграла то есть по крайней мере на такие моменты по тайм-аутами фалам фиба не имеет претендентов вот так претендентов поэтому насчет были случаи когда подавались протесты и они удовлетворялись на национальных турнирах вот и соответственно на время время и таймер для броска вот эти вещи очень важны поэтому вы должны понимать что работа судей секретарей очень важна для нас потому что вы ведете во первых помимо того что протокол игры а протокол игры является единственным финансовым документом на основании которого игроки получают у нас категории тренеры получают там игроки получают разряды тренеры получают категории судьи получают зарплату комиссары и суде секретарей но и соответственно вы когда отчитываетесь во всех документах должны быть обязательно правильно закрытый правильно оформленный игровой протокол то есть это очень важно и поэтому мы сегодня об этом поговорим плюс мы еще поговорим вещи которые связанные с грамотным подачи заявок с грамотным оформлением документов и любой коммуникации во время игры то есть как это все происходит презентация большая если допустим мы что-то не успеем может быть мы сделаем как бы немножечко увеличим время может быть даже и на какой-то день принесем вторую часть вот если какие-то будут вопросы пишите в чат и я максимально я контролирую я максимально вам на них буду отвечать все что знаю и соответственно обязательно мы с вами поговорим такие позиции как лишением права команда лишается права играть или них из-за нехватки игроков проигрывают игру то же самое покажу вам сегодня пример буквально три-четыре дня назад была одна игра в чебоксарах одна команда увела команда тренер убила команду с игры вот и соответственно я думаю что какие-то будут момент разбора штрафов там все такое то есть команде присутили поражение со счетом 20 я думаю что многие из вас слышали по крайней мере ну сегодня я вам я вам покажу этот протокол важно будет как он оформляется то есть не то что там кто-то там хочет крови до посмотреть кто там судил важно как он оформляется это все-таки официальный документ и официальный документ должен быть закрыт должен быть все подписано и все утверждено то же время судьями включая рапорт игры ну значит мы начинаем суде секретаре у нас мы теперь сами говорим по поводу того как располагается секретарский стол в российской федерации на главных соревнований у нас есть девять судей секретарей которые сидят у нас секретарским столом это видео оператор видеоповтора статистики но фибовские соревнования фиба предлагает четыре судьи секретаря это официально если брать по терминологии это оператор таймера для броска слева слева сидит вот то что я вам показывал секундометрист это кто из ведет отчет игровых часов номер три это комиссар номер четыре это секретарь справа сидит и справа справа помощник секретаря оператор табло то есть секретарь у нас пишет протокол помощник секретаря Это табло. Слева от комиссара, от номера 3, это секундометристы, игровые часы, время. И оператор таймера для броска – это сегодняшнее определение, 24-секундное устройство. Оператор таймера для броска. Вот секретарский стол, город Новосибирск, бригада. Видите, все в одинаковых куртках. Не проблема, что если мы проводим какие-то локальные соревнования, берут майки, поло, рубашки белые. Без разницы, что, но всегда на каких-то важных соревнованиях должна быть единая форма. В РФБ довольно строго все должны сидеть в единой форме. Какие проблемы у нас бывают при работе судей-секретарей? Это очень важно для вас, потому что многие из вас тренеры, многие из вас проводят соревнования, и вы должны понимать, как их сбежать. Потому что не думайте, что вы нашли одного судью, который будет вас судить, или двое судей, ну, если даже трое, то будет еще больше проблем, как обычно бывает в наших местных лигах. Двое судей у вас есть, но вы должны понимать, что у вас должен быть рабочий секретарский стол. То есть тот, кто может писать протокол, может вести время и 24 секунды, таймер для броска хотя бы. Поэтому очень важно, очень важно, я могу сказать, что вы там можете, многие соревнования проводите в одного секретаря, чтобы этот человек был по крайней мере образованный и знал, как это все вести и делать, то есть подготовленный. Одна из проблем в взаимодействии судей с судьями-секретарями – это плохие жесты судей. Иногда, когда сидят секретари у нас постарше, они судим молодым, всегда говорят, покажи нормальный жест, и мы требуем, когда обучаем судей, чтобы они проговаривали голос. Плохое взаимодействие судей-секретарей как одной команды. Очень важно, если у вас за столом сидит два или более человек, приходит информация справа или слева от секретарского стола, и это информация о тайм-аутах, о замене, и вот здесь важно, чтобы информация сходилась тому, кто дает этот сигнал. В наше сегодняшнее время не секретарь, а секундометрист дает по новым правилам 2020 года. Секундометрист дает тайм-ауты, дает замены, контролирует персональные фоллы, показывает персональные фоллы, какой фолл – это по новым правилам. То есть мы, как бы, в любом случае, вы услышите все, как есть в книжке. То, что вы делаете, вы считаете что-то правильно, а это оказывается неправильно, но вы должны понимать, какие требования предлагает и выдвигает ФИБА. Плохое взаимодействие, особенно в конце игры, когда вы хотите взять тайм-аут, вам его не дают, вы хотите замену запасную, просят у вас замену, и вы тоже ее не дают из-за того, что секундометрист или секретарь где-то свисток положил или сена не работает, какая-то ситуация, и вы можете даже из-за этого, были случаи, проигрывать игру. Лишние вещи на рабочем столе – это что? Телефон, пресса, вода, еда, планшеты, всевозможные. Как вот видите, у нас секретарский стол, который представлен у вас на фотографии. Другие. Отсутствие концентрации судей-секретаря. То есть информацию не может принять судья-секретарь и, соответственно, ее обработать. То есть по тайм-аутам, по замене, по заявке, по какой-то другой информации. Плохое взаимодействие к одной командой, мы с вами уже говорили. Но теперь самое важное, что мы должны грамотно обработать информацию и записать. И не забыть, что два технических, два неспортивных фола или комбинация технических и неспортивных является дисквалифицирующим фолом до конца игры. То есть этот игрок должен покинуть зал. Или, например, другая ситуация, что игрок получает второй технический, или технический, или неспортивный, или два неспортивных. Он уже является дисквалифицированным игроком и идет, кого-то оскорбляет. И судей, или комиссара, или судей-секретарей, или даже оскорбляет зрителя. Я вам рассказывал, что за 20 минут до начала игры мы можем дать в этот отрезок разминки даже дисквалифицирующий фол. Мы имеем право на это дать, судья может дать такой фол. Был такой случай, когда игрок разминался и увидел журналиста, который про него писал плохие статьи. И полез на него драться в городе Сургуте. В итоге, чем закончилось, то за 15 минут до начала игры официально игрока этого дисквалифицировали. То есть это мы имеем право. Но вот в ситуации, когда технические и неспортивные комбинации, или два технических, или два неспортивных, игрок уходит, он уже дисквалифицированный и кого-то оскорбляет. Мы это решение никуда в протокол внести не можем. Это официальные правила, официальная интерпретация. Этот фол, это не фол, это нарушение поступок. Мы пишем на это рапорт, и уже организация, которая проводит мероприятие, принимает решение, что оно будет делать с этим игроком. То есть были случаи, допустим, в Московской лиге, МЛБЛ, где я являюсь главным судьей, за такие вопиющие поведения мы дисквалифицируем игрока в разрез правил на три игры. У нас есть такое положение, которое прописано в регламенте. Один случай был в Москве на одной из лиг, когда игрок кинулся на судей, ударил одного из судей, на год дисквалифицировали его за это, и на два года условно. То есть вопиющее поведение, и на все соревнования под эгитой. То есть это очень важно, что мы должны это знать и не совершить ошибок, когда мы принимаем довольно жесткие меры. Ну и, соответственно, подписи в протоколе. Мы должны четко понимать, что только подписанный протокол является официальным документом. Еще хотел бы вам сказать, что как и для судей, так и для судей-секретарей, очень важно, что в момент, когда игровые часы остановлены, судьи должны быть готовы на всевозможные вещи. Просьба о тайм-ауте, просьба о замене, какая-то коррекция игровых часов, какая-то коммуникация с судьями на площадке. Может быть, все, что не связано с игрой. Есть такой термин, как игровые часы остановились, судьи оживают. Они должны быть как бы сервис-провайдером, представлять сервис-услуги для того, чтобы игроки, ну и там тренеры получили то, что они имеют право получить, особенно тайм-ауты и замены в конце игры. Теперь мы переходим к судям-секретарям. И вообще, ну вообще, по внешнему виду. Я вот читал сейчас семинар, и в Воронеже был буквально позавчера, и когда пришли, значит, судьи и студенты, там, третьего, четвертого курса заведения. И получается по факту, когда ты смотришь, что четко отличаются игроки-студенты от судей-студентов. То есть судьи-студенты, это приходит, они, по крайней мере, шапку снимают в аудитории, они, там, нет у них таких этих балахонов, таких игровых, они по-другому сидят в аудитории, они слушают. Игроки так как бы стараются какой-то все время получить релакс. То есть они считают, что для них главное это площадка. Внешний вид, то есть мы должны также знать, что судьи должны выглядеть, и судьи секретари должны выглядеть опряд. Мы представители федерации, школы, региона, без разницы кого, но мы представляем федерацию. Деловой стиль одежды. Не обязательно костюм, как на РФБшных соревнованиях, но casual, да, то есть деловой, ну там, нормальный, адекватный стиль. Это не должны быть эти майки-соколки, как я и называю их, алкашки, которые там видна грудь, это пляжные майки. Не должны быть пляжные шорты, не должны быть сланцы, и такой вальяжный вид, как будто я пришел на игру. Такие случаи были на летних турнирах в каких-то южных регионах. Но сейчас как бы таких моментов, я даже вот, будучи в Анапе и на спорта-киаде в этом году, я таких моментов не наблюдал. Даже на любительских, товарищеских турнирах судьи сидят, там, спортивный костюм, офицер, такие нормальные, адекватные шорты. Ну, то есть такой деловой стиль. Секретарская униформа, то есть мы должны понимать, что у нас главное соревнование, оно должно быть, иметь хороший вид, хорошо отглажено, запрещено. Спортивная форма, ну, то есть, ну, то, что мы говорили, такие спортивные трусы и сланцы, как мы говорим. Вот мы представляем фотографию девушек. Это судьи-секретари, город Владивосток, да, одинаковое поло. Вот они пришли, рабочая форма. Вот эта игровая форма, может быть, самая дорогая, там, вот они ходят таких худи на свои встречи, на тренировки, для судьи-секретаря, для судьи это, как бы, считается, ну, не совсем приемлемо, неприемлемо. Вот судьи-секретарей итальянской лиги в Италии, чтобы вы понимали, на важных турнирах они, соответственно, судьи-секретарей назначают бригадами. Расстояние небольшое, и на классе А, лига класса А, они едут, в общем, переезжают, соответственно, из города в город и назначаются бригадами. Что мы говорим перед игрой, судьи, то есть я хочу, просто не буду вам читать, как на высшей лиге или премьер-лиге или фибовских, но мы должны знать, есть ли у нас сигналы, работает ли у нас игровое время, есть ли у нас, грубо говоря, на большом зале таймер для броска, есть ли у нас секундомер, не мобильный телефон, а секундомер, есть ли у нас фишки, есть ли у нас указатель стрелки, альтернативные позиции, то есть вот эти вещи должны быть, протокол, есть ли у нас, поэтому многие вещи, которые я сейчас сказал, и их нет, вы должны понимать, что что-то нужно иметь у себя. Запасные ручки, тот же секундомер может быть, протокол обязательно, я всем своим девушкам, которые у нас в школе занимаются и работают с судьями, секретарями, я прошу, чтобы просто взять любой протокол, чтобы баскетбольный, потом можно было переписать. Бывает такая ситуация, были такие случаи, когда люди писали просто в тетрадку счет. Я думаю, что вы меня понимаете, но вот эти вещи, когда ты имеешь, ты, соответственно, можешь иметь шанс провести игру на нормальном уровне. Процедурные обязанности до игры. Вот у нас я как раз сейчас в Ростове, это ростовская бригада, видите, весь секретарский стол из города Ростова. Владимир Валентинович Соседов, комиссар в центре площадки, вот где меня сейчас находится, в центре стола. Ну, перед игрой ясно, мы, допустим, вы можете проецировать сегодняшнюю лекцию на каких-то важных ваших турнирах или, допустим, на каких-то турнирах, где есть там комиссар или главный судья, то есть вы знаете, кто у вас главный судья. Также судьи-секретари, которые приходят в зал, где, допустим, новый зал, и вы не знаете, как работает оборудование, то есть нужно, по крайней мере, знать кнопку старт, кнопку стоп, кнопку, как можно восстановить время, как перезапустить. Я знаю, что во многих залах, где мы играем в детские турниры, 23-секундного устройства таймер для баска нет. Есть, допустим, секундный номер, и мы объявляем там без микрофона, кричим, голосом проговариваем. Послушайте, могу вам сказать такое, когда мы были в Швеции на турнире, неофициальный турнир, чемпионат скандинавских стран, там играют Норвегия, Финляндия, Швеция, в общем, 5-6 стран. Вот. Там очень просто, значит, сидит родитель за протоколом, он пишет, да, сидит, кто-то у него помогает на времени или на таймере для броска. А 24-секундного устройства нет. Судья, кто находится в поле из двух, он последних там 15 секунд проговаривает. Допустим, 15 секунд, 10 секунд, 5, и потом 4, 3, 2, 1. Если ушло время, дает свисток и принимает сам решение. То есть вы должны понимать, что есть также такие залы абсолютно, как и у нас. Резиновое покрытие, ну, не всегда даже баскетбольная разметка вся есть. Ну, вот я имею в виду, что там не прямоугольник, а та же трапеция. Есть и такие залы. Волейбольные линии, гонгольные тоже начальничают. То есть люди развивают баскетбол в любых условиях. Главное, чтобы было в первую очередь желание. Техническая заявка. Вы должны понимать, что мы подаем заявку на официальных соревнованиях за 40 минут до игры. И вы должны знать, кто у вас есть допущенный этот игрок. Вот эту заявку мы подаем за 40 минут. Ну, или, по крайней мере, когда мы приходим, вы должны знать, кто у вас будет играть. Если, соответственно, какие-то проблемы есть с документами, рекомендуется поставить в известность главного судью. Или старшего судью, который, конечно, на площадке. Или главного судью, кто отвечает за соревнования. То есть вы понимаете, что там нет, допустим, пятерых игроков. Есть четыре. Сколько вы будете ждать по времени? Есть люди, которых написано, а столько людей не будет. Допустим, дает заявку на 13 человек. А вы можете только писать 12. И тренер не хочет вычеркивать кого-нибудь. Есть, допустим, заявка, которая подает, например, игрок, а не тренер. То есть тренера нет. То есть как вот эти все вещи принимать, как они могут иметь официальный вид. Вот это нужно всегда не брать на себя лишнюю ответственность. У вас есть главный судья, есть комиссар, есть старший судья. Есть у вас контактные. Вы должны это все проговорить. Ну и готовится протокол к игре. Мяч держится в надежном месте. Теперь мы останавливаем игру за три минуты. То есть для того, чтобы было... Мы говорим про официальные игры. Было представление команд. Также проверяем количество лиц в зоне скамейки команд. То есть это обязанности не только судей-секретарей, но и, соответственно, в первую очередь судей. Но вы можете помочь, потому что во время игры вам могут больше всего проблем принести не те официальные люди, а какие-то болельщики, которые сидят по скамейке запасных. Вы можете указать, что, допустим, вот есть там 6 человек, есть тренер, или пускай 10 человек, тренер и помощник тренера. Все посторонние люди, включая директоров школ, там, заучи, там, кого-то еще, они идут на трибуны. Трибун нет, они могут стоять там, где у них положено, и сидеть на гимнастической скамейке, на плате секретарского стола, там, без разницы. Но они не имеют права сидеть на скамейке запасных. На скамейке запасных имеют право те, кто записан в заявку, два тренера, соответственно, и состав команды. Проверка сигналов в устройстве времени, когда судьи уже на площадке. То есть, ну, вы говорите, если бывает так, что серены нет, значит, вы дублируете свистком. Вы, соответственно, то же самое все эти вещи проговариваете, потому что как вы будете руководствоваться, если вдруг серены не заработают. То есть вы это судьям говорите. Ну, часто всегда судья это тоже спрашивают. И выставляете стартовую пятерку. То есть команда А делает сначала, а потом делает команда Б. Первое, что хотел бы вам сказать, это делается за 10 минут. И в стартовую пятерку тренер должен поставить собственноручно. Было много случаев, когда тренер говорит, дочка поставь сама, а потом во время игры с криками дура, я так не говорил, оскорбляет судью-секретаря, и тут получается судья должен принимать какие-то решения. Поэтому собственноручно выставляет крестики или точки ставит, которые потом оформляет уже судья-секретарь. Выход стартовой пятерки обводит уже в кружок. То есть команда А первая, команда Б вторая. Но видео по форму не будем говорить. Стрелка, почетное владение, игровые числи тоже важно. Как они работают, где они расположены. То есть чтобы они были на столе и самое главное, были в рабочем состоянии. Игровое табло и таймер для броска. Ясно, что школьное табло – это счет, это периоды, это может быть командные фолы, и это может быть альтернативная позиция. Обычное табло школьное. Окончание игры. Проверка подписания протокола. Копии мы даем командам, если они требуют. У федерации, например, 4 копии. Желтая, красная, зеленая и белая. Белая идет в федерацию, желтая, красная победителю, проигравшему, зеленая, по-моему, остается допинг-контроль. Проверяется, может быть, раз-два раза за сезон, а то, может быть, и нет. Но в любом случае мы это все делаем. Если есть какой-то рапорт, суди-секретари должны помочь в написании рапорта судям, если есть необходимость в этом. Ну и анализ игры. Что было хорошо, что было плохо. Высокий уровень концентрации должно быть у судей. Особенно мы говорим в конце четвертей и последние две минуты игры. Я самое главное, я вам рассказывал, когда мы делали опрос тренеров сборных команд, включая Гомельского, Елевича, Мальцева, Базаревича, всех, вы знаете, Пашутиных. Они сказали, что очень много вопросов к столу и к судьям есть в начале игры. Потому что не готовы к началу игры, а то время не пошло, то какие-то другие ситуации у судей. Потом в начале третьей четверти. Ну и самое большое также в конце игры. Потому что на фоне нервозности, экстремальных всяких ситуаций стрессовых, судьи-секретари начинают нажимать на кнопку много раз, свисток не дают, что-то такое теряется, останавливают время, оно должно идти. В общем, вот это очень важно. А последние две минуты сейчас, если вы знаете, тренер, которому забили мяч, он имеет право взять тайм-аут и решить, откуда будет брас. Или столовой зону, где ему забили, или из передовой. То есть последние две минуты игры. Это тоже очень важный момент, соответственно, который нужно учитывать. Взаимодействие с коллегами за столом и с судьями на площадке. То есть очень важно найти коммуникацию. И здесь очень важно, что вы встречаетесь с молодых судьями, они у нас глухонемые. И некоторые вещи они понимают, но ничего не говорят. Найти какой-то контакт по показу номеру, по, допустим, ситуациям, которые есть проблемные. Тренер выскакивает и мешает вам смотреть за игрой, какие-то другие коммуникации. То есть нужно определить, с кем вы будете говорить, чтобы этот вопрос попытаться... Не всегда это решается, даже на высших играх. Но попытаться это решить. И никогда, еще самое главное, хотел сказать, никогда это не решается за счет технического фола. И еще есть такое понятие «слышать и слушать». То есть можно слышать все, а слушать, впитывать то, что происходит, то, что действительно влияет на игру. То есть бывает, слово, кинутое в адрес судьи, секретаря или судьи, оно может быть не то, что оскорбительным, но не нести такой смысловой нагрузки, как может судья его принять. И если мудрый судья это может понять и где-то может быть простить и потом предупредить, умные же судьи, такие, которые знают правила и статью, они сразу наказывают техническими фолами, а потом в конце игры не могут до конца эту игру закончить, потому что, получается, эмоции возрастают, эти всякие решения усиливают накал, и только получается проблема в игре. И персональная манера общения, то есть нужно уметь разговаривать. Если у вас спрашивают про тайм-аут или замены, нужно иметь корректную информацию, эту информацию дать тренеру. Особое внимание нужно уделять тайм-ауту после забитых мячей. Почему? И замену. Потому что пока игрок не взял мяч в руки за лицевое набрасывание, тайм-аут может быть предоставлен. Иногда такие опытные, авторитетные судьи, они понимают, что, допустим, команда вела 5-7 очков, за 15 секунд получила 2 трояка, и ясно, что мы смотрим на скамейку, тренер берет тайм-аут. А судья секундометрист, свисток положил в сумочку, косметичку, и пока достается, и она не работает, поэтому получается проблема, и из-за этого сразу возникают такие ситуации, когда нужно судье уже по-любому эту проблему решать. Осторожно мы должны быть с использованием звуковых сигналов. Вспоминайте в игре бывают ситуации, когда мяч находится в центре площадки, кто-то из тренеров или помощников, или запасной кричит «замена нам», сам еще не находится на скамейке запасных. Тайм-аут, соответственно, непонятно, есть где находится мяч. И судья секундометрист, который сейчас дает этот сигнал, дает, соответственно, сигнал, и, соответственно, под этот сигнал мяч находится в центре площадки. И вот это вызывает большие-большие проблемы. То есть что мы делаем, почему сигнал этот дается останавливать игровые часы, предоставлять замену или тайм-аут, вот это нужно, мы тоже с вами сегодня разберем. Ну и, соответственно, мы должны понимать, что если мы сейчас говорим со стороны судей секретарей, кто пишет протокол, что психологическая нагрузка у судей на площадке выше, чем у судей секретарей. Хотя судьи секретарей тоже имеют стресс, но их больше, они всегда там 3, 5, 6, 9 человек, как в РФБ мы говорим. И когда на игре, помимо физической нагрузки, есть психологическая, мы моменты со стола иногда переносим, отрицание на игру. И судям хватает и так своей работы, поэтому нужно минимизировать и не ставить судьи в выигрышное положение. То есть если какие-то есть моменты, есть у нас тайм-ауты, есть у нас какие-то другие моменты, перерывы, где мы можем получить дополнительную информацию или сказать о проблемах, которые есть на секретарском столе во время игры к старшему главному суде, кто на площадке. Ну и любые жесты, которые могут поставить под сомнение решение судьи. Какие могут быть жесты? Расскажу вам такие интересные ситуации, когда, допустим, забивает трехочковый бросок игрок команды с этого города, допустим, где проходит игра, и судья-секретарь хлопает в ладоши. Или, например, на моей игре была ситуация, когда судьи обслуживают игру, происходит свисток. Все смотрят, что произошло. Один судья ничего не фиксировал, второй не фиксировал. Судья-секретарь фиксирует пробежку. Судья-секретарь за секретарским столом. Ну, курьезный момент, действительно, был в моей практике. То есть нельзя ставить... Ну, то есть или, допустим, фол дает молодой арбитр, может быть, спорный, может быть, его нет, и судья-секретарь кричит, не было фола, то есть дает какой-то комментарий. Вот это очень важный момент. Оказать помощь любому члену сельской бригады. Бывают такие моменты, когда судья-секретарь, допустим, он сидит на времени, и он помогает судья, своему партнеру, секундометристу, оператору, табло, чтобы исправить какой-то момент. Или, например, время не идет, подсказать быстро, чтобы включили игровые числа. Не говорите громко. Значит, бывает проблема за секретарским столом, и все, кто за столом, начинают кричать в какой-то момент. Так вот здесь нужно выбрать одного главного. Обычно это секретарь. У него протокол, у него вся информация по протоколу, и он говорит, у нас ошибка в протоколе, или, допустим, кто со временем, у нас ошибка со временем. Тогда уже судья принимает решение, что по времени делать, что по секундам делать. Если какие-то ситуации бывают, никогда не отказывайтесь, и не думайте, что у вас в жизни вы не увидите дракт на игре. То есть очень важно, чтобы как можно быстрее погасить конфликт. Иногда судьи, секретари могут четко дать картину, кто действительно нарушал. правила игры, поэтому в эти моменты нужно смотреть. То есть мы, как бы, судьи секретарей, могут помочь в ситуациях конфликтов. И если есть какие-то проблемы с оборудованием, ставить об этом в известный суд. Что мы должны также делать? Иногда бывают ситуации, что есть проблемы в игре, и мы, допустим, что-то судим не совсем корректно. То мы должны понимать, что комментарии от секретарей, они только ухудшают ситуацию по игре. Бывает так, что в перерыве игры секретари начинают комментировать решение судей, и это только влияет плохо на продолжение игры. Вот это нужно избегать. Если есть рапорт, и судьи просят рапорт, нужно помочь написать им рапорт. Такие случаи были, например, какие-то большие драки. Судьи ошиблись, допустили драку, но мы должны четко выявить виновника, и у нас, например, нет видео. Ну и потом мы также должны проверить распечатать протоколы, и отдать им всем, кому нужны протоколы. Судьи секретарей должны это сделать. Это делает кто-то из судей секретарей, помощник секретаря, это оператор Табло. Протест. Я вам говорил уже, то есть, если мы говорим про то, что происходит на игре, у нас есть по подаче протеста три момента. Это связанное с введением счета, это связанное у нас с временем игровым, секундометристом, и оператор таймера для броска, это 24 секунды. Вот эти моменты. То, что там кто-то явился и не явился не в полном составе, какие-то там эти моменты, это уже административные вещи. По игре мы говорим вот эти вещи, которые я вам сейчас сказал. Время, таймер для броска и неправильное введение счета. Три момента. Количество фолов, каких-то данных, неданных пробежек, нарушений, аутов, это все у нас идет апелляция. И теперь мы давайте возьмем, пройдемся по каждой позиции судейского стола, и если какие-то будут у вас вопросы, соответственно, мы на них соответственно ответим. Текретарь ведет учет, должен вести учет команд, он вписывает всех игроков, также у нас есть на российских соревнованиях лицензии, и мы вписываем, то есть мы должны вписывать полностью фамилию, и теперь требование, уважаемые коллеги, чтобы этот протокол считался официально записанным, большими печатными буквами мы пишем фамилию игрока. если Иванов, там Петр Иванов, П, точка, если там нужна вам лицензия или там допуск, мы пишем, соответственно, там слева, там в графе, где есть лицензия. Сумма набранных очков тоже ведется, фалы, соответственно, персональные, не спортивные, технические, там, все это записывать. тайм-аут секретарь не ведет. С 2020 года по правилам официальным и руководству у нас судья секретарь не ведет тайм-ауты, не дает администрирует, сигнал не дает на тайм-ауты, не показывает персональные фалы, не отслеживает фишки четыре командных фала и не дает замену. Это сигналы, все и контроль делает судья секундометрист. Тайм-аут замены, персональные фалы и командные фалы, четыре позиции. Стрелка подчеркновенного владения также у него. Как только у нас одна команда овладела живым мечом на игровой площадке, мы меняем стрелку, мы меняем стрелку. Видите, не показывает количество фалов, командных фалов не показывает на краях стола, не производит замены и не дает свой сигнал. Это убрано уже с 2020 года. Визуальная связь. Оборудование. Указатели персональных фалов это сейчас секундами 300, стрелка подчеркновенного владения. Указателей командных фалов тоже нет, ни персональных, ни команды. Также должен быть темные ручки, черные или синие и красные. Я всегда прошу девушек, кто пишет протоколы у нас в школе, чтобы был двойной набор. Там две черных и две красных, две синих и две красных. Протоколы, черновики, линейка, скрепки и свисток в особых случаях. По официальным правилам, по сегодняшним, у нас свисток, сигнал есть, два сигнала у судьи секундами 300. Один, который об окончании игровых часов, который вместе синхронизируется с красной рамкой по табло. И второй сигнал, это у нас в ручном режиме, если нужно тайм-ауты, замены, какие-то другие вещи. Но мы все равно даем судье секретарю, мы просим, чтобы был на всякий случай, в особых случаях свисток. Я думаю, что все наши соревнования, которые мы проводим, любительские или региональные, свисток обязан быть. Свисток обязан быть. Вот рабочий стол, видите, протокол, черновик, заявка, ручки, стрелка, альтернативная позиция. Мы берем шапку. Шапка записывается у нас большими буквами, вот видите, здесь на английском языке, но у нас есть презентация, где написано по-русски, большими печатными буквами, номер соревнования, даты соревнования, судейский стол. Вот у нас запись команды, видите, у нас слева есть лицензии, потом фамилия игрока, имя игрока, если он капитан, в скобках капитан, номера игроков, и, соответственно, видите, лицензия тенеров, мы говорим лицензия, фамилия тенера, подпись тенера. Подпись тенера обеих команд до начала игры, состав команды он подписывает, номера игроков, фамилии утверждает тенера и помощника тенера, ну и, соответственно, стартовой пятерки выставляет крестом, а секретарь обои в кружок. Если у нас капитан заменяет тренера, он опускается, также дополнительно фамилия его пишется внизу, и пишется, он подписывает, он работает так же, как и место тренера. Я думаю, бывают такие вопросы, часто на семинарах секретарских, что если, например, играющий тренер, он играет и получает технический фолл, как игрок, он записывается, как игровой фолл, ему, как игроку. Потом, если он получает технический фолл, как тренеру, то, соответственно, ему пишется технический фолл, как тренеру. И теперь, если, допустим, он получает не спортивный фолл, как игрок, а получает за свое личное поведение как тренер, там, коуч S1, то эти наказания суммируются. персональный, технический и неспортивный, который он получил как игрок, персонально-технический как тренер суммируется, и этот тренер, играющий, дисквалифицируется до конца игры. Теперь очень важно то, что вы, наверное, все слышали, чтобы у вас было четкое понимание, вот то, что я сейчас скажу. Если вы подали номер неправильный, грубо говоря, ваш игрок играл, допустим, у вас под десятым номером, но у вас вы сейчас дали форму под номером 7, а записали под номером 10. Никаких санкций нет, мы исправляем без санкций, и игра продолжается. Другая ситуация, что если вы дали 11 игроков заявку перед игрой, и судья-секретарь записал вместо 11 10 игроков, ну, ошибочно, просто человеческий фактор, а вы, как тренер, за 10 минут до начала игры подписали 10 этих игроков, ну, этот игрок не самый важный, и получается, что этого игрока вы не увидели, то вы можете записать, а эта фамилия игрока была в заявке до игры, написано, он допущен, он мог играть, но вы просто его не проверили в протоколе, и секретарь его не вписал, то мы можем дописать этого игрока до начала игры. Мы не можем добавить этого игрока в протокол после начала игры. Начало игры начинается, когда мяч сошел с руки, когда при розыгрыше первоначального спорного броска. То есть мы не можем записать игрока, когда игра началась. Расскажу случай. Команда Москвы ветеранов поехала в город, в Германию на турнир, выиграла все игры, и на товарищеском турнире стала только третьей, потому что в одной из игр они внесли, дали заявку правильную, секретарь не записал этого человека там 11-12, тренер подписал протокол, этого игрока не было, он вышел за 20 секунд до конца игры, был спонсор команды, и сыграл 10 секунд. Это было все в статистике, и, соответственно, потом был подан протест, но, грубо говоря, товарищеский турнир, и команда, которая могла стать первой, стала только третьей. То есть как бы утешительно. А так вообще могли их лишить, они бы были просто в классификации четвертой команды, потому что проиграли бы все игры. Ну, конкретно эту игру. Теперь мы говорим про лишением права. Лишением права игры. Если команда не может выставить на игровую площадку 5 игроков и готовых играть 15 минут после времени начала игры, указанного в расписании, своими действиями мешает проведению игры, отказывается играть по предложению старшим судьей, значит, ну, если она отсутствует в зале, то пишется слово «отсутствует». Тут я хочу вам сказать следующее. У меня в моей карьере было много моментов, когда команда не являлась 15 минут. И есть такое понятие, как здравый смысл. И это может принять как старший судья, но рекомендация, чтобы это принимал орган, который проводит соревнования. То есть мы видим, что в 10 часов начала игры, нету команды, ставим в известность главного судью всего турнира или федерацию, и в 10-15 нам дают решение. Или это будет 20-0, потому что команды нет, или есть какие-то уважительные причины, которые могут дать время игры сместить. Что это может быть? Например, в Московской области большие пробки, и люди выезжают даже за 2,5 часа на игру, примерно которой полчаса ехать до этого зала. Ну и просто дети стоят, сидят в автобусе, приезжают на 30 минут позже. Игра проходит, если, грубо говоря, действительно там уже связано с арендой, другими вещами, но это оговорено в регламенте. Здравого смысла быть не может, если мы играем какой-то официальный турнир, все предупреждены, все знают, все видели, что все живы, здоровы, транспорт ходит, но по какой-то причине команда не явилась в зал. Все, и такие случаи были. Нет на игре, 20-0 и все. Но на себя брать ответственность не надо. Пример. Была игра АСБ в городе Нижнем Новгороде, и команда ехала из Малаховки на автобусе, вот просто вам по фактам, и попала в пробку там на какой-то кольцевой, не кольцевой, то есть заложили туда, грубо говоря, 8 часов, нужно ехать 6, а выехали там даже чуть ли не за 9 часов. Но попали в пробку и Нижнем Новгороде стояли. Команда переодевалась прямо уже в автобусе. В итоге звонили в Москву, там какая-то коммуникация была. Комиссар принял, допустим, 16-15, не отзвонив там орган, проводящий соревнования, а это была форс-мажорная ситуация, и нужно было как бы игру немножечко оттянуть и перенести на 15-20 минут позже. Расписали протокол 20-0, заполнили все, и потом эту игру переигрывали, потому что орган, который проводил соревнования, посчитал, что это была уважительная причина. То есть мы говорим, что вот такие вещи с неявкой команды нужно всегда согласовывать с принимающей стороной. Теперь процедура. Мы записываем, если, допустим, такая ситуация есть, и команда не явилась, как минимум 5 игроков, тренер отмечает стартовую пятерку, после 15 минут мы пишем, заполняем, вот как есть у нас в протоколе. Пожалуйста, перед вами... Раньше мы писали неявка, теперь мы пишем отсутствует, и, соответственно, 20-0 стоит. Видите, у нас полностью протокол. Никакий счет, никто не подбрасывает мяч, никто не забивает два очка, ничего этого нет вообще. Мы записываем, и 20-0 закрываем протокол, как нормальная ситуация. Вот я вам представил протокол, то, что у нас было буквально недавно. Посмотрите, что здесь важно. Это когда команда ушла. Мы не говорим про количество фолов и про всех других вещей. Мы закрываем протокол. Посмотрите, игра в третьей четверти была остановлена. Все прочеркивается, как в официальной игре. Все фолы прочеркиваются, и командные, и персональные, до конца, как и требуется. Видите, третья, четвертая, овертаймы тоже прочеркиваются. Ставится счет 20-0. Время окончания игры тоже ставится. И мы прочеркиваем счет, чтобы никто не дописал нам не персональные фолы, протокол, чтобы не дописал никто введение какого-то счета. То есть мы закончили игру так, как есть. Все остальное принимает на себя орган, который проводит соревнования. Но по правилам 20-0. Вот в третьей четверти игры команда ушла. И теперь, соответственно, вот тоже введение счета. Видите, пишется большими буквами. Да, но здесь, может быть, не совсем большими, но печатными. То есть видно, читаемый протокол. Может быть, не под линейку, что тоже немаловажно. Должно быть все красиво. И таймауты прописаны, и фолы. Подписи судей секретарей. Подпись капитана в случае протеста внизу, если вы видите. Время окончания игры. Команда победителей ставится. Счет. Ну, соответственно, вот такой протокол должен быть закрыт. Это является официальным документом. Видите, там для важных соревнований левая колонка возле фамилии игроков. Пишется, соответственно, что он россиянин. И номер лицензии. То же самое и у тренера. Вот, теперь мы говорим сразу, что по четвертям. Видите, у нас 4 четверти. Левая диаграмма, как заполняется. И овертаймы. Слышали, наверное, что были сейчас игры ВТБ. Два овертайма и три. У кого-то в карьере было 5 овертаймов. И судей моих коллег. Что здесь важно? Что в слове овертаймы мы плюсуем все овертаймы в одну цифру. 5 овертаймов плюсуются в число. Например, у нас видно, команда А 8 очков набрала, команда Б набрала во всех овертаймах или в одном 6. То есть мы не разделяем овертаймы по счету. Теперь дальше мы смотрим. Видите, это официальное заполнение протокола. Все заполняется под линейку. Тренер выставляет стартовую пятерку черными крестами. И секретарь обоит их в красный кружок. Теперь мы видим таймауты тоже. Не использованные таймауты прочеркиваются двумя чертами. Тренер расписывается. Все, если у нас есть, грубо говоря, 5 персональных фолов, и потом мы удаляем игрока, то мы пишем ему, соответственно, удаленному игроку в шестой клеточке. По окончании первой половины от второй отделяются все фолы. Соответственно, вот если вы видите курсор, я на левом протоколе, значит, номер 24. Видите, квадратик не прочеркнутый. Это как бы участие в игре. То есть как будто игрок не играл. У нас в российских турнирах всех мы прочеркиваем, для чего. Потому что были случаи, что кто-то подставлял, что крестик ставил, и игрок играл. И это потом показывалось в какой-то заявке. И игрок ни одной минуты не сыграл, а по требованию там Министерства спорта на разряды он должен быть участником игры. И потом в федерации мы давали отчет, почему игрок не играл по статистике, а в протоколе написано, что играл. То есть кто-то делал подлог. И мы делали, сейчас потребовали от всех судей-секретарей, что вот шестая клетка, пять фолов и шестая клетка участия в игре, вот 24, левый протокол. Мы это делаем и прочеркиваем все шесть клеточек, если игрок не играл. Теперь мы видим, да, вот подпись в протоколе. Здесь важно, смотрите, протест. Теперь по подаче протеста тоже, я думаю, кто-то из вас здесь, из тренеров. Вы должны понимать, три условия. Это отчет таймера для броска, отчет игрового времени и связанность с протоколом, введение счета. Все остальное апелляции. Если вы хотите подать протест, условно говоря, вы должны написать, вот капитан в случае протеста, вот внизу черта продольная, 15 минут после официального окончания игры, то есть во время, значит, игра закончилась, у нас 21.50, до 22.05 вы имеете право написать, здесь капитан подходит и пишет, что вы подаете протест. И в 22.50, час после окончания игры, вы должны написать рапорт, что вы подаете протест, и на что вы подаете протест. Ну, и вот здесь вы видите, что команда победителей ставится, счет, вот, овертайма нет, точерки, счет, все секретарии расписались у нас, вот, и, соответственно, судьи расписались, и тогда игра как бы закончена, тогда закрывается счет. Ошибки могут быть в протоколе исправлены, пока старший судья не подписал протокол в конце игры, даже если исправление влияет на результат игры. Расскажу случай из моей практики. Несколько лет назад была ситуация с исправляемой ошибкой, то есть был овертайм, оставалось 32 секунды до конца игры, и забит был мяч, осталось 5 секунд, то есть команда забила мяч за 27 секунд, то есть нарушила правила 24-секундного устройства, таймера Добранска. Его просто не было сигнала слышно, любительская лига, но с съемкой велась, любительская, то есть трансляция на YouTube-канал, и потом 3 очка забили, а до этого была разница в 2 очка. Когда трехочковый был ошибочно забит, поменялся победитель. 5 секунд осталось, команда взяла таймаут, после таймаута мяч стал живой первый раз, и окончилось время, команда ничего не смогла сделать. Потом, значит, мы эту ошибку не сразу, не смогли разобрать, хотя 32 секунды мы помнили, просто выскочило из головы в вечернее время, ну и человеческий фактор. А потом, когда все поднялось, команда успела написать в месте, где подача протеста, подпись капитана, и за час написала в произвольной форме содержание протеста, что в какой-то игре было подано. Потом было видео, где четко было видно, что 32, и на, соответственно, 27 секунде владения, ошибочной, которую судьи не увидели, был, значит, забит трехочковый бросок. Что мы могли сделать? Есть такое понятие исправляемая ошибка. Вот одна связана с штрафными бросками, а также с засчитыванием отмена попадания. Если мы четко, наглядно имеем доказательства, что такое есть. Не аут, не фалы, не пробежки, никто это не исправляет. А связанное четыре ситуации. Не тот игрок пробивал штрафные броски, дали не тому пробивать, дали не заслуженные штрафные броски и засчитывание или отмена попадания до второго живого мяча. Вот у нас ситуация была, ошибка совершилась, забит мяч, мяч был мертвый, потом пять секунд игры, мяч был живой, потом окончание, первый раз, окончание игры, мяч мертвый, и второго живого мяча не было. То есть после игры мы по правилам могли, фибовским правилам, могли отменить трехочковое попадание, никакое время не возвращается и поменять победителя на основании официальных правил баскетбола. И вот тут, что пишет руководитель, ошибки могут быть исправлены, даже если их исправление влияет на результаты. Старший судья ставит подпись с исправлением и сообщает об ошибке организаторам. Исправления должны быть сделаны аккуратно, чтобы они имели здравый смысл и читаемость. Если ошибка обнаружена секретарем, то есть вы видите, что ошибка у вас, вы счет не в ту колонку поставили, ждете первой остановки в игре, приглашаете судью, он видит, ставит там подпись и, соответственно, мы начинаем игру. Подпись ставят темными чернилами, основными, какими мы записываем весь протокол. Стартовые составы, вот все это, допустим, синими или черными, не красными. Теперь посмотрите, у нас ситуация, как мы исправляем счет. Если восьмой номер забил два очка, а на самом деле три, мы ставим, прочеркиваем сыгранный счет, секретарь, темными чернилами судья пишет, подписывается, а потом исправляем, что восьмой забил три очка. Если мы ошибочно дали восьмому номеру записали три очка, а на самом деле два, 54 цифра, еще счет, не проигран был, поэтому мы ставим жирную точку, судья расписывается, потому что 54 очко может быть разыграно еще со штрафного, поэтому мы ставим жирную точку и подписывает судья. А выставляем правильный итоговый счет, 53 очко. Восьмь забил, игрок номер восемь, команда, забил двухочковое попадание. Вот, посмотрите, ситуация. Секретарь поставил не туда счет, в колонку А, а должен быть поставил в колонку Б. То же самое здесь. Вместо было два очка, а поставили ошибочно три. 54 еще не сыграно, как и здесь в верхнем случае. А потом, когда после этого номер 9, нижнюю диаграмму, номер 9 забил два очка, после 53, счет стал 53. И тогда, когда 54 очко проиграно, то есть уже забиты два очка, мы просто делаем почек. Если счет у нас некорректно поставлен по четвертям, судья тоже подписывает исправление. Подписывает исправление и корректирует правильно. После окончания игрового времени, перед тем, как протокол подписан, ошибка должна быть исправлена, даже если исправление влияет на результат игры. После того, как судья подписали протокол, ошибки не исправляются, но пишется об инциденте в орган, проводящий турнир или соревнования, что такая ситуация была. Ну, теперь мы смотрим, как записываются профессиональные, технические, неспортивные фолы. Посмотрите, пожалуйста. Здесь очень важно, что у нас с буквочкой F мы записываем фолы, которые связаны с дракой запасных игроков, которые выходят во время игры на площадку. D дисквалифицирующий фол, U неспортивный, T технический, P персональный. C это коуч, это неспортивное поведение тренера, его персональное неспортивное поведение. B это бенч скамейка, технический фол тренеру скамейки. 2 C тренеру удаление до конца игры. Или 3 B, или комбинация, например, 2 B и 1 C, то есть удаление тренера до конца игры. Вот то, что было, я вам показывал протокол игры, ситуация была такая, что по протоколу тренер получил за поведение запасных 2 B скамейки и 1 C персональный и должен покинуть игру, уйти из зала или в раздевалку, или вообще с помещения. Теперь мы смотрим, что есть такая статья 42 специальные ситуации по правилам, где написано, что наказание за фолы, которые имеют одинаковое наказание, они компенсируют. Индекс ставится буква С русская компенсейшн, C английская индекс, видите, буква P и 2, 2 индекс, это когда мы пробиваем два штрафных броска. Теперь мы говорим про обоюдный фол. Обоюдный фол, когда фолы происходят между двумя оппонентами примерно в одно и то же время. Посмотрите, P, P ставится, никакие штрафные броски не пробиваются. То же самое могут быть два неспортивных, U и U ставятся, никакие штрафные броски не пробиваются. Почему? Потому что один игрок ударил, второй ему отмахнулся. Вот, соответственно, два фола произошли в одно и то же время. По правилам 2019 года это обоюдные фолы. Вот, мы ничего не пробиваем и индексы никакие не ставим. Вот, видите, два технических фола, это GD, это Game Disqualification, Game это первое, Disqualification это второй символ, это когда мы, соответственно, удаляем игроков. Вот, два неспортивных, технический неспортивный, вот, это ситуация, когда мы удаляем игрока или тренера за его, значит, действия. Вот, дисквалифицирующий пол, может быть, при дисквалификации три штрафных броска, да, может, трехочковый бросок, и игрок защиты ударяет кулаком там или ногой в лицо, то есть, мяч мимо и три штрафных броска пробивается. Если три штрафных бросок забит при таком ударе, еще дается один штрафной бросок бонусный. Дисквалификация запасному, видите, запасному мы ставим буквочку T, а тренеру B2. За дисквалификацию запасного игрока два штрафных броска пробивается. То есть, мы вот видим, у игрока было пять персональных фолов, он удаленный, имеет право сидеть на скамейке запасной. Если он вышел и кого-то там ударил, мы, соответственно, ну, то есть, или вопиющее поведение, да, мы ему ставим D, это дисквалифицирующий фолл в шестую клетку, наказание тренеру, он отвечает за поведение B2, два штрафных броска и владение. Очень интересный символ, кто видел, или, допустим, чтобы многих просто для ознакомления, это B в кружочке, это дисквалифицирующий фолл, B2 в кружочке сопровождающему команды. Их у нас может быть по фибовским правилам семь сопровождающих, это врач, массажист, начальник, переводчик, администратор, все эти люди, которые, допустим, вопиющие делают нарушения на игре, мы даем дисквалифицирующий фолл, B2 пишем, и такой фолл не является одним из трех технических фоллов, за что дисквалифицирующий тренер, поэтому мы его в кружочек и обводим. Фактически таких фоллов у нас по правилам может быть семь, может быть семь, потому что семь сопровождающих, вот, поэтому вот такая рутинная теория, мы должны это знать. И теперь дисквалифицирующий фолл за драку. Данная статья, это буквочка F, относится к лицам на скамейке команды, которые покидают пределы во время драки, любой ситуации, которая может привести к драке. Жестный технический фолл, посмотрите, буквочка T, дисквалифицирующий фолл, два кулака, вот, и теперь мы говорим про ручки. Какими ручками можно вести протокол, темно-синими или красными, синие или черные, шапка заполняется, составы команд, соревнования, дата проведения, время начала игры, номер игры, место проведения игры, фамилии, инициалы, судей, категория и город, команды, название команд, фамилия, инициалы, имена игроков и тренеров, номера игроков, номера лицензии игроков и тренеров, и отметка стартовых пятерок, это синий, подпись тренера, линия, прочеркивающая свободные строки, если заявлено меньше 12 игроков, фоллы во второй, четвертой четверти, таймауты во второй, четвертой четверти, овертаймах, командные фоллы, игроки, кто вышел на площадку первый раз во второй, четвертой четвертях, линии, отделяющие фоллы, диагональные линии, финальный итоговый счет, это синий и черная ручка, название победителей, подписи капитана, фамилии судей-секретарей, подписи судей, изменение счета в овертаймах и во вторых, четвертых четвертях, и теперь то же самое в первых, третьих четвертях, делается красный, таймауты, фоллы, командные фоллы, игроки, которые выходят первый раз в первые, третьи четвертях, обоятся в кружок стартовую пицерку, изменение счета, вот, теперь мы возьмем стрелку поочередного владения, немножко возьмем про нее, самое главное, что мы должны понимать, что как только команда овладела мячом на баскетбольной площадке, мы тогда меняем стрелку альтернативной позиции, и команда, которая совершает нарушение в ауте, то есть мы начинаем четверть, начинаем четверть, и при начале игровой четверти игрок, который выбрасывает мяч по стрелке после спорного или начала четверти, заступает за линию, наступает или заступает за линию, тратит более пяти секунд на выбрасывание, выбрасывает мяч в аут, вот, или делает более одного метра от места первоначального выбрасывания, указанного судьей, тогда команда теряет право на выбрасывание, то есть меняется стрелка, если совершаются фолы, стрелка не меняется, вот, видите, если фол совершен любой из команд, то есть стрелка не является разыгранной, и мы записываем фол, мы можем дать другой команде выбрасывать, но не меняем стрелку, стрелка остается для нашей команды, то есть если, я первый пример расскажу, я держу мяч и заступаю за линию боковую, стрелку мы меняем, команда противоположная имеет мяч на выбрасывание, другая ситуация, я держу мяч на выбрасывание, мой партнер отталкивает игрока получать мяч, я ничего не разыграл стрелку, фол записывается, команда против соперника имеет мяч на выбрасывание, а стрелка в следующий раз при ситуации спорного броска будет в мою сторону, если судьи совершили ошибку и игра заиграна по стрелке, мы не меняем позицию стрелки, мы не меняем позицию, то есть дали команде А, которая играет вправо, а на самом деле должны дать команде Б, то есть мы не меняем стрелку и команда А, команда Б не теряет право на следующее позицию очередного владения, вот у нас стрелка, она может быть механическая также и электронная, значит, обычно в наших школах я присутствовал на играх, когда мы бутылочку Кока-Колы крутили, потому что не было этой стрелки, поэтому совсем это, или ручка лежала на столе, потому что секретари забыли оборудование, все это мы видели, все это как бы мы знаем, поэтому удивить тяжело, вот, вот у нас секретарский стол и соответственно стрелка, теперь с вами помощника секретаря и, наверное, на этом закончим, может быть, будет у вас вопрос, потому что мы с вами уже работаем час десять и самое главное взяли для себя по работе судей-педагогой и по ведению протокола, ведение протокола является самым основным, то есть мы говорим то, что может быть неправильное ведение счета и, соответственно, это является поводом для того, чтобы были апелляции и, как мы говорили, протесты. Помощник секретаря. Вот вам, пожалуйста, табло, у нас есть счет, у нас есть четверти, игровое время и вот эти бонусные там четыре или пять командных фолов. вот большое табло, это протокол на табло, где мы видим, у нас самое главное, какие могут быть проблемы. Нельзя думать, что протокол, табло не является как бы важным моментом, потому что тренеры смотрят на фолы игроков, да, бывает, стоит три фола, тренер к счету фолите, игрок получает фол, а это получается уже пятый, просто оператор табло забыл под выставить четвертый фол. По минутным перерывам, то есть вот это важно, то есть их три или два есть, то есть тоже нужно записывать, потому что тренер может подумал, что у него еще есть тайм-аут, он берет тайм-аут не нужный ему, грубо говоря, такой для отдыха, а на самом деле уже использует третий во второй половине игры. Командные фолы. Кто меня слушает и сидит на главных протоколах официальных, одна из нововведений, мы останавливаем командные фолы на цифре пять, но ФИБА предложила на главных соревнованиях после четвертого фола, когда уже загорается красный квадрат. Помощник секретаря подтверждает, все время идет разговор, подтверждает счет игры, подтверждает правильность изменения на игровом табло. Изменение счета должно быть слышно для комиссара, да, и постоянно разговаривает с секретарем о том, что правильно, неправильно выставлены фолы, счет, минутные перерывы. Протокол имеет приоритет над табло и над статистикой, уважаемые коллеги. Секундометрист. Давайте возьмем секундометриста, потому что это протестовый момент, протестовая должность, соответственно, мы должны это с вами проговорить. Значит, свисток игровых часов, он использует одновременно сигналом дать свисток, с сигналом игровых часов и использует различные другие способы, когда сигнал не слышен. Часто в наших школьных залах это просто сигнал, свисток идет. Три минуты до начала третьей четверти дает сигнал, команды дают информацию, что тайм-аут заканчивается, о фолам информируют о количестве фолов каждого игрока, дают индикатор, это новые правила 2020 года, показывают качество фолов, совершенных каждым игроком и помещают указатели к фишке командных фолов или кубики, что у команды есть четыре командных фола, то есть более после четвертого фола. И также производят замену, дают свой сигнал, когда мяч становится мертвым. Оборудование, игровые часы есть у секундометриста, секундомер, не мобильный телефон, коллеги, ручка и бумага для записей, то есть черновик, свисток и другое звуковое устройство, которое отличается от звука игровых часов. То есть мы говорим, что у секундометриста два сигнала, это первое, автоматическое окончание игровых часов вместе с рамкой, и второе, то есть в ручном режиме, когда мы привлекаем внимание судьи на тайм-аут, на замены и по другим моментам. указатель персональных фаллов и командных фаллов. Перед игрой проверяется устройство, как работают, старт-стоп, рамка, если мы на главных соревнованиях, я думаю, что многие видели, что с окончанием игровых часов 0-0 должна по периметру загораться красная рамка, работу секундомера и как мы корректируем игровые часы, то есть если, допустим, время не пошло, чтобы грамотно откорректировать и выставить. тайм-аут часы. Тайм-аут часы это секундомер, не мобильный телефон, уважаемые коллеги, секундомер, старый, обычный, советский секундомер или тайм-аут часы, которые есть на главных таких больших мониторах, на чатах, которые показывают сколько осталось времени до конца тайм-аута. Два различных звуковых сигнала должны быть у секундометриста. Один с красной полосой по периметру, второй вручном режиме окончания перерыва в игре или тайм-аута, привлечь внимание суть. Оба сигнала должны быть мощными, чтобы слышать, когда в зале шумно. Перед игрой включается время, там разминка соответственно завершается, 6-7 секунд, 3 минуты дается сигнал, что до игры осталось 3-1,5 минуты. Вот, как мы видим, видите, на официальных соревнованиях 6 минут презентация, 3 минуты разминка, полторы минуты соответственно окончания разминки. Минутный перерыв, тренер просит, секундометрист второй сигнал дает сигнал, судья дублирует, потом тренер проводит замену, 50 секунд проходит, секундометрист дает сигнал, что прошло 50 секунд, 60, команда должны начать игру. После игры помощь судье и секретарю заполнение протокола, если требуется, подписать протокол и, соответственно, по тайм-ауту. Тайм-аут к секундометристу обращения, уважаемые коллеги, мы обращаемся к секундометристу. Раньше мы к секретарю обращались, сейчас по новым правилам 2020 года к секундометристу вербально и жестно, вербально это голосом. Тренер или помощник тренера коммуникация секундометристу через статистику или секундометриста, контроль игрового времени и наличие тайм-аута секундометристу, возможность ставления тайм-аутриста продолжает отсчет таймера на тайм-аут и, соответственно, другая информация. тайм-аут, судьи стоят, тайм-аут, соответственно, идет. Тайм-аут записываются, как мы показали здесь, три таймаута во второй и один таймаут в каждом овертайме. О таймауте, просьба о таймауте, возможность таймаута есть, сигнал секундометриста свисток и жест, и судья подтверждает просьбу о таймауте. Секретарь отмечает просьбу о таймауте в протоколе. Вот, посмотрите, судьи, тренеры берут таймаут, секундометрист показывает, судьи дублируют и таймаут начинается. 50 секунд и 1 минута дает сигнал секундометрист. Нельзя дать таймаут по просьбе, дайте таймаут, если запят. Или таймаут, или таймаута нет. Только главный тренер или помощник имеет право попросить таймаут. Просьбу о таймауте можно аннулировать только перед сигналом секундометриста. Мы с вами поговорили про студии секретарей, мы поговорили про секундометриста, и я думаю, что все-таки мы, наверное, если получится, может быть, до Нового года попытаемся сделать еще одну лекцию, для того, чтобы закончить весь секретарский стол и посмотреть видео. Видео по работе судей секретарей, операторов таймера для броска, там будет немножечко живее, я думаю, что это будет наглядно и понятно. Я думаю, что на сегодня у нас такого текстового материала достаточно, я думаю, что вы услышали эти моменты и, наверное, у вас есть какие-то вопросы. На этом я сегодня свой материал закончил. Если у вас какие-то есть вопросы, готов ответить. И также я думаю, что мы с вами сделаем рассылку на следующий раз и подключимся, чтобы закончить работу секретарского стола, чтобы вы понимали и наглядно посмотрели еще видео, которое мы сделали на центральный семинар для судей секретарей наших профессиональных команд. Какие вопросы есть, коллеги? Нету. Вопросов нет, да? Хорошо. Ну, тогда давайте мы... Да, пожалуйста, слушай. Нет, нет. Есть вопрос? Нет. Тогда, коллеги, давайте мы на сегодня закончим, да, и с вами тогда спишемся на следующее занятие, если у вас будет время, я думаю, в любом случае мы его запишем, а у кого будет время до Нового года, я думаю, доведем уже, потому что еще есть примерно на 45 минут занятий, я не хочу просто перегружать вам текстовая информация для еще этот час, а там я сделаю 45 минут лекции и, соответственно, видео, видео еще. Вот. В окончании хочу всем пожелать крепкого здоровья, хорошей недели, ведь мы с вами во вторник работаем, это связано с моими играми, я сейчас нахожусь в Ростове, потом уезжаю на турнир, поэтому, наверное, там не будет возможности это все прочитать в четверг, как мы делали в наше время. Если вопросов нет, хороших вам рабочих дней, и тогда, если получится, встретимся с вами до конца года, а нет, тогда как бы спишемся, и вы по объявлению, по рассылке получите информацию по нашей следующему занятию. Кого не услышим, не увидим, с наступающим Новым Годом, здоровья крепкого, кто у нас будет готов работать, ждем вас всех, вот, удачи вам и крепкого здоровья. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.